Здравствуйте! Посмотрите, кто сидит рядом со мной, Данила Рудаков, наш известный знаменитый игропрактик, путешествующий. Кто знает Данилу, да, по крайней мере по интернету, тот сейчас с удовольствием послушает наше интервью. Данила у нас сейчас в Хельсинке, скоро начнется игра. Данил, поздоровайся тоже, а то я тут все на себя взяла. И, конечно, я не могла упустить такую возможность. Я хочу взять у Данилы интервью, потому что я являюсь мастером игры «Сакральный путь», а Данила Рудаков как раз автор этой игры. И сегодня, Данила, я хочу как раз задать несколько вопросов, чтобы нашим зрителям стало понятно, зачем же играть в эту игру, но об этом немножечко позже. А сейчас расскажи, пожалуйста, о себе, для тех, кто, может быть, не знаком с тобой, или кто знаком с ним. Итак, я живу в Атли, живу там уже 8-й год, и 8-й год я в игропрактике. Я автор, обучающий тренер, ведущий, ну и такой же игрок. Очень люблю играть в игры, любил с детства играть в настольные игры. И вот моя страсть такая к играм переросла в то, что сейчас я провожу трансформационные игры для взрослых. Я на дофонном пути где-то с 2006 года, и игры пришли в мою жизнь в 2011 году, когда я искал для себя инструмент для взаимодействия с людьми. Мне было неинтересно проводить большие тренинги, семинары, вот. Мне нужен был инструмент для работы с небольшими группами. Вот. И в мою жизнь пришли в трансформационные игры. И уже вот 8-й год эта страсть продолжает жить во мне, и сейчас я уже ищу новые способы, как это еще больше донести до больших масс людей. Как, допустим, у меня есть мечта проводить игры на круизных лайнерах, чтобы совмещать путешествия и осознанное проживание жизни. Ага, здорово. Интересно. Данила, а можно задам тебе вопрос специально из-за тех зрителей, кто не знает, что такое трансформационные игры? Потому что я встречала совершенно разные комментарии, которые говорят для того, что это игры на деньги, да, то есть там можно что-то выиграть, сорвать куш. Что же это такое? Что мы трансформируем? Почему игра? Что это такое вообще? И для чего в них играть, да? Да, вот только для удовольствия, только для того, чтобы весело провести время или что-то есть там такое лучшее? Трансформационная игра – это, конечно же, не азартный инструмент, вот, не азартная игра. Это игра, прежде всего, про наш внутренний поиск. Безусловно, есть и бизнес-игры, и где есть какая-то гонка за достижениями, вот, навыковые, тренажерные игры, да. Но если говорить все-таки про психологические игры, на которых я в основном специализируюсь и которые очень люблю, это про то, чтобы посмотреть на свой какой-то запрос проблемный, риск и ресурсный, или наоборот, увидеть свои ресурсы в чем-то, да, через такое взаимодействие, через диалог со своим подсознанием. И игра в этом плане, она как раз и является нашим проводником, да, к нашему подсознанию. То есть, очень часто люди на играх говорят, откуда она все знает. Она прямо живая. Так и есть, на самом деле. У любой игры есть свое сознание, и мы, как ведущие, да, гиды, и Катерина в том числе, да, мы являемся таким связующим звеном между сознанием игры и сознанием людей, которые к нам приходят. Вот. И это очень увлекательное путешествие, через которое мы можем увидеть то, что невидимо, услышать то, что неслышимо. А когда это групповая игра, мы очень часто получаем ответы через тех игроков, которые вместе с нами играют, да, то есть как зеркала они работают в этом плане. Вот. И не просто получить ответы, а взять это в жизнь, применить и получить тот результат, решение того вопроса, с которым мы пришли. Угу. Интересно. А кому подходят игры? Мужчинам, женщинам, возраст, подросткам, детям, тем, кто, например, занимается саморазвитием, или тем, кто просто решил попробовать для всех, в принципе, работают или нет? Ну, по моему опыту я могу сказать, что это работает для тех, кто готов меняться, кто готов идти в новое, кто готов глубже на себя посмотреть. Потому что у меня были случаи, когда люди приходили просто, ну, просто поиграть. Ну, собственно, они получали этот опыт и уходили. Вот. И не возвращались. А люди, которые вот действительно осознанно приходят для того, чтобы перейти на какой-то новый уровень в своем саморазвитии, да, они приходят снова и снова. И не потому, что они не наигрались, а потому что они увидели, да, что запрос разрешился, и они идут решать следующий вопрос. Просто игра – это наиболее мягкий, экологичный способ для этого. Вот. Конечно, вы многое зависит от ведущего, да, насколько он корректен. Поэтому всегда выбирайте сердцем своего ведущего. Очень много хороших мастеров, вот. Но я сам тоже всегда ориентируюсь на свое внутреннее ощущение. По поводу детей. Наше молодое поколение сейчас настолько быстро развивается, что... И у меня, собственно, тоже есть старшие дети, которым уже 18-19 лет. И они сейчас задают такие вопросы, которыми я задавался только в 28. Поэтому я считаю, что трансформационные игры подходят уже для подростков, начиная там с 15-16 лет. Все, конечно, зависит от того, насколько осознаны их родители. Правила – такие же осознанные дети. А мужчины, женщины... Ну, конечно, 98% людей, которые приходят на игры – это женщины. Ну, так уж устроено. Мужчины, наверное, для них игры – это действительно что-то непонятное. Ну, как можно с помощью игры что-то в жизни изменить? Вот. Надо идти, там, деньги зарабатывать, вот, а не играть в игры. Я когда-то точно так же думал в далеком 2011 году. Я тоже задавался вопросом, когда узнал про игры, я думаю, да ладно, с помощью игры может что-то изменить в жизни. Да ладно, не можешь такого. Пока сам на своем опыте, на своем жизненном опыте не увидел, как это работает. Игры очень сильно меня изменили, вот. И я сейчас даже уже не призываю людей приходить ко мне на игры, они просто приходят, потому что, ну, во-первых, это уже довольно известная тема, да. Во-вторых, наверное, когда вы внутри себя уже что-то поменяете и увидите, как это работает, да, то и к вам, игропрактикам, а я вам всем советую все-таки в эту профессию пойти, которая с 2020 года, а в России будет внесена в официальный атлас профессий. Вот, пойти в это, открыть для себя новую профессию. Доро, интересно, спасибо большое. Данила, а можно я у тебя спрошу такой интересный вопрос, который я сама услышала вчера на одной встрече. Девушка спросила, это была встреча тоже с коучем, да, с тренером, а расскажи тебе результаты. Вот, Данила, я тебе такой же вопрос задаю. Расскажи сейчас, ты же, может быть, отслеживаешь, как ты общаешься с ними после игры, да, и меня, как мастер-игры Сократный Путин, может быть, интересно как раз поговорить об этой игре. Вот, что вы говорили, что мы сыграли, и потом в нашей жизни произошло, вот, например, вот это, да, и я полностью поменял свое отношение к человеку, может быть, вот такое. Да, это, наверное, один из главных вопросов, которым задается любой человек, который идет на игру. Ну, хорошо, я поиграю, что? Да, да, ну, еще раз, да, насколько вы осознанно идете в это? И насколько вы берете потом эти результаты в жизнь, зависит и, ну, то, как развернется игра в вашей жизни. Вообще игра, прелесть игры в том, что она имеет определенный шлейфовый эффект. То есть она разворачивается в вашей жизни, там, в течение какого-то времени. У кого-то три дня, у кого-то три недели, у кого-то три месяца. Мне иногда люди приходят и говорят, мой запрос разрешился через полтора года после той игры, которую я у тебя играла, там, вот тогда-то. Полтора года человек связал тот запрос, который он ставил, да, с тем, что произошло в его жизни. А что я могу сказать, какие результаты, какими результатами делятся, собственно, люди, да? Во-первых, для меня вообще, как мастера, очень важно, да, отслеживать обратную связь. И обязательно с каждым человеком после игры через три дня задаю ему вопрос, как состояние, что нового осознал, да, то есть возвращаю его в точку осознанности. Вот. Иногда люди сами пишут, рассказывают, что у них произошло. Ну, из самого яркого, допустим, игра «Сакральный путь», она построена на кодах сакральной геометрии, и игра начинается, ну, то есть ваша трансформация начинается уже на игре, потому что эти коды, они работают напрямую с опознанием, они... через них вы получаете доступ к той энергии, которая вам необходима для реализации запроса. Вот. И там трансформация, скажем, быстрее происходит, когда, во-первых, корректный запрос был поставлен, да, то есть человек не пришел и просто не решил сыграть там на какой-то запрос, знаете, который, ну, там, грубо говоря, зарабатывает тысячу евро, да, и говорит, я хочу стать миллионером, да, ну, как бы, окей, там, через месяц. Ну, то есть его подсознание может, конечно, безусловно, все это создать, да, ну, допустим, готов ли его тело к этому, чтобы принять такую новую энергию, так скажем, готов ли, не знаю, он чем-то пожертвовать ради этого, да, то есть люди же часто создают себе... хотят одного и хотят одновременно и другого, и вот эти два запроса, они входят в определенный конфликт, вот. Ну, когда человек от сердца заходит запросы, когда мы тестируем его запрос и сознательно, бессознательно в унисон, да, то есть через кубик, ну, это мой способ, вот, и человек осознанно прожив игру, взяв результаты потом для себя делает выводы и делает самое главное действие, которое он себе запланировал во время игры сделать, и он это делает, у него всегда получается результат. Самое яркое могу, ну, рассказать... Ну, вот на игре «Империя магов», «Деньги и другие ресурсы» моего мира у меня играла женщина на увеличение потока клиентов и расширение, соответственно, увеличение денежного потока, да, и прямо в перерыве игры ей позвонили и предложили там контракт на 100 тысяч, рублей, и для нее это было прямо вот результатом, прямо вот во время игры, который случился. Она не связала это с тем, что там, ну, какая-то удача, ну, и все, да, вот. И, допустим, этот человек ходит на игры только ко мне, то есть он понимает, что вот с Данилой это работает, да, вот. Но это не обязательно, что так, да, тут очень важная связка ведущей плюс игра. Это 50% ответственности и 50% ответственности игрока, который взял то, что ему дал ведущий, показал видничею из игрок, игра ему в кардалар, он взял это и применял к жизни. Вот. Очень часто приходят к запросам про отношения. Ну, это, наверное, лично моя тема по жизни. Я с этой темы пришел на землю. Вот. И, соответственно, отношения вроде бы хотят там мужчину или женщину, да, но на игре это оказывается, что тема про полюбить себя, тема про научиться доверять себе, людям, да, пространству. Вот. И когда человек в это идет, раскрывает, скажем, любовь к себе, к нему притягивается, соответственно, и партнер такой, да. Тоже были случаи, когда играли на отношениях, прорабатывали что-то внутреннее, через буквально там, не знаю, неделю приходил в жизнь тот мужчина, которого они ждали. Возможно, что эти отношения были там, ну, ненадолго, но, по крайней мере, человек увидел, что то, что он заказал, он получил. Он потом мог уже с другим запросом прийти, окей, я понял, да, что мне нужно еще и вот это, и вот это, и вот это. Вот. А подсознание, оно же всегда точно. Какой запрос, такой ответ. Отлично. Хорошо. Спасибо большое. Ну, и, наверное, последний вопрос. Может быть. Не знаю пока еще. А какие запросы там можно разобрать? Вот уже в нашем разговоре прозвучал денежный запрос, прозвучал вопрос об отношениях. А что еще, с чем можно прийти на игру? Какая волнующая проблема может стать запросом? В принципе, знаете, есть игры, которые работают с определенной темой. Но, допустим, есть игры только про отношения. И даже, ну, даже на такие игры, допустим, люди, которые мне приходят, можно ли мне про отношения с деньгами? Я говорю, да нет, только про отношения с человеком. Нет, я буду с деньгами играть. И мы там, значит, играем, соответственно, на отношения с деньгами. И все равно выходим на отношения с ее мужем. Есть игры тоже конкретно там про какой-то навык отточить. Есть еще. А есть игры универсальные. Вот. Поэтому, если у вас запрос там из сферы творчества, самореализации, карьерного роста, отношения с родителями и так далее, да? Уточните у мастера. Работает ли с этим запросом игра? Есть игра универсальная, еще раз говорю, допустим, «Сакральный путь» тоже, да? Не знаю, про «Семь печати» тоже, да? Вот. Когда вы с каким-то запросом не зашли, все равно игра вам высветит именно какие-то аспекты, именно касаемые этого запроса. Вот. Ну, запрос про предназначение. Очень часто сейчас вот такой тренд, так скажем, да? Понять вообще, зачем я здесь на земле. А гармония мужского и женского там. Про внутреннее, да? Вообще, альптилия. Что еще? Ну, часто ко мне приходит с запросом на... ...найти свое любимое дело. Потому что же ведь мы часто занимаемся вообще не то, чем мы любим, а то, что нам приходит, приносит деньги. Тут внутри есть такой дисбаланс, да? Тут душа хочет одного, а ум, логика говорит, да нет, ты что? Сейчас самое главное денег заработать, а потом мы будем любимым делом заниматься. Вот. Но счастье-то... Счастье на самом деле не в том, что прийти к какой-то цели. Счастье – это сам путь. Вот. Поэтому, когда мы находим свое любимое дело, у нас и деньги приходят, и все остальное. И отношения выстраиваются. И все сферы гармонизируются. Спасибо большое. Спасибо, Данила. Очень ценно то, что сейчас зрители услышали. Я тоже. Я тоже надеюсь. Да, спасибо огромное. Приходите играть. Мы сегодня с Данилой играем «Империю магов». Для меня это новая игра. Напишу тоже об этом пост, расскажу потом. После игры, сейчас пока еще не знаю, как это будет. Спасибо большое. Ну и... Данил, пролепланируй меня как мастера игры. Скажи, приходите к Екатерине играть на Сакральный путь. Я на самом деле в сообществе мастеров Сакральный путь около 50 человек из разных стран мира. Вот в Кельсинке есть уникальный ведущий Екатерина Великанова. И я очень рад, что она ведет эту игру. Читаю ее отчеты, читаю о тех изменениях, которые происходят у людей. Я радуюсь, что такие осознанные мастера являются ведущими этой игры. Катя, как и я, по дизайну проектор, даже с таким же профилем 3.5. И я, глядя на ее путь, прям очень вижу отражение каких-то своих вещей. И Катя очень сердечный человек. Вот мы сегодня с ней провели в Хельсинки несколько часов. Она мне сделала экскурсию. И я просто уже вживую ее увидев, познакомившись, подтвердил свои ощущения, что действительно уникальный человек со своими дарами, со своими талантами. И чудесный гид. Чудесный гид не только по городу, но и к вашему сердцу. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо, Данила. Спасибо всем, кто смотрел. Приходите играть. И даже если до сих пор осталось непонятно, нелогично, может быть как-то осталось много вопросов, но если сердце хочет, если кажется, интуиция подсказывает, что ну сходи, ты уже попробуй, поиграй, то просто попробуйте, а там уже на месте будет понятнее, что это же инструмент, как он работает. И самое главное, получите результат. Спасибо большое. Тогда с заканчиком до свидания. Счастливо. До встречи, наезжай. До свидания.